всем привет решила поснимать свою панду а то думаю отцветет она и когда я еще увижу цветение очаровательное такое красивое потому что все вы знаете кто смотрит мой канал что у нее цветонос из точки роста ну так как у меня кстати говоря есть плейлист по поводу панды как я ее там пересаживала как мы ждали этот цветонос все вместе вот такой он шикарный но я вам уже и показывала в каких-то обзорах хвасталась конечно сейчас она же у меня в полном в принципе расцвете сил но вот тут только если вот один бутон еще дорастит ну может уже наверное вряд ли вот такое шикарное цветение у этого цветочка так вот она выглядит ну как мы уже сделали с вами выводы ну и вообще многие говорят теперь его я уже об этом тоже знаю потому что раньше не подозревала что этот сорт в принципе он наверное не до конца доделанный потому что потому что у всех моих знакомых кого я знаю и даже у многих моих подписчиков кого есть этот очаровательный сорт они жалуются именно на то что цветонос из точки роста то есть я так понимаю даже если у меня вырастет от нее детка ну или я решу ее допустим срезать ей макушку ну как бы до чтобы она мне деточку родила я думаю что будет все то же самое потому что такие вещи они я думаю на генном уровне какая-то ошибочка мутация произошла потому что но не может быть что у всех правильно кто купил эту эту орхидею у всех цветоносы рано или поздно с точки роста не то что вы знаете рано или поздно а то что вот сразу буквально до покупаешь цветущую орхидею как это сделала я ничего не подозревая да вот отсвела она у меня успешно и тут же начал расти цветонос из центра то есть это нельзя сказать что это она у меня там 10 лет проросла вся выродилась или как там еще можно придумать всякие глупости в общем походу так и будет вот но она конечно очень красивая нежная она вот у кого есть этот сорт узнает она когда только распускает свои цветы она желтая а потом она как-то вот бледнеет теряет вот эту желтизну и становится такой вот какой-то бежевый какой-то вот такой в общем нет у вот этой желтизны уже только вот центре цветочка что тоже конечно очень интересно наблюдать за этим процессом она конечно бесподобно можно так любоваться просто смотреть не у так тупо часами и балдеть красивая тоже они там не доделали то и даже знаете можно еще и подумать что специально может быть еще так делают чтобы мы с вами отчаялись и пошли купили новую я даже вот вам по моему показывал но это уже давно было были какие-то обзоры там обе или да обе скорее всего где я тоже видела в лахте даже очень часто панда попадалась мне я такая радостная помимо со света даже ездили на это было зимой на она такая о панда может еще одну купить там типа рискнуть попробовать они же в пакетиках там ну листья да у них вот так вот подняты там не видно ничего то есть они продаются цветоносами все это бывает с двумя даже как я тогда кстати помню я купила вам да я с двумя и купила что она была дорогущая что-то за тысячу рублей и покупала что вдвойне обидно сейчас да ну вот короче говоря вот так я раз допустим в одну а там уже цветоносик у нее из центра растет раз в другую там несколько штук было они все они все с такими цветоносами представляете то есть помимо цветущего который имеется в наличии продается там уже растет такая вот ерунда поэтому издержки издержки сорта как выяснилось в итоге но ничего не поделаешь все равно конечно меня радует хотя бы вот домашнее цветение шикарное полюбовались прямо вообще да как красиво даже не знаю прямо что и сказать еще красота она и есть красота хочется ее прям со всех сторон вертеть вот так прямо очень красиво орхидея поэтому я собственно говоря не знаю что я буду делать с ней вообще мне кажется что сейчас уже на этом этапе она в принципе мне кажется вот должна закладывать уже вот где-то детку чтобы я понимала вообще будет ли потомство но что-то ничего не видать может быть и стоит ее знаете жестко омолодить то есть вот так вот просто срезать макушку ей и дать возможность оставить два нижних листа осмотить какой очаровательный корень у меня тут растет уже который я просмотрела вот блин то вот так за листом и не видно представляете ну и чё теперь делать он еще такой толстый не загнешь его теперь ничего ой вот так вот я и просматриваю такие вещи хотя здесь мы эти здесь булыжник лежит и там булыжник лежит уже я накрывала корешочки чтобы они шли в горшочек они послушно идут горшочек у меня слушаются потому что знаю что я тетка то злая если чё буду ругаться ну так вот я вот знаете вот когда на нее смотрю я смотрю на нее буквально вот все время как вот захожу в комнату она мне сразу бросается в глаза она еще пару красоток и всегда я сразу остальные орхидеи если честно я вот иногда вот знаете бывает задумываясь и смотрю на них смотрю рассматриваю до их а есть орхидеи который вот бросается в глаза сразу до заходишь вот в комнату и сразу я сразу смотрю на эту на эту и на эту да допустим на панду естественно на манкар потому что она яркая да и вот на бабочек бабочек которые мне распускаются все больше и больше вот и короче говоря что я хотела сказать мысль потеряла что я хотела сказать я уже знаете не напоминаю вам кое-кого говорю говорю потом раз чё-то посмотрела куда образ отвлеклась и забыла что говорила господи все это уже это уже все старость старость как ни крути ой господи може мой короче вы меня поняли вспомнила что я хотела сказать я хотела сказать что я все время на нее смотрю и думаю вот что мне с ним делать я не знаю пока что я не решила но все таки вы знаете вы где-то подсознательно вот где-то вот я все таки склоняюсь к тому чтобы все таки и это рубануть рубануть но потом когда на цветет конечно вы не думаете что я там изверг какой-то вот здесь у нас есть листик на цветоносе плюс вот тут вот скорее всего это тоже листик но возможно еще вот не знаю видно вам не видно видно сейчас я поближе попробую тут мне это вот такая знаете почечка похоже очень на может быть детка еще развиться либо листик еще такой же а вот здесь вот тут вот выше этажа это уже цветоносик до цветоносик но пока он не развивается ответвление такое как бы но я думаю что когда начнут увидать вот эти цветочки она даст вот раскуклет эту боковую почечку и будет ответвление еще будет у меня наверное еще цветочки на этом цветоносе это мои мечты во всяком случае могу я помечтать очень хочется конечно продолжение потому что больше покупать конечно я такой орхидеи не буду вот потому что ну чё деньги на ветер но полюбовался конечно и забыл многие кстати так делают ну у многих орхидеи гибнут они полюбовались и орхидея погибло это понятно но хочется все таки какого-то продолжения банкета поэтому я все таки на на риск ну наверно но это на сегодняшний день я так говорю может завтра я проснусь и буду думать по-другому может быть отрежу и буду ждать деток а детки вы знаете у меня хорошо растут ну растут да поэтому может быть даст деточку на пеньке и тут же в принципе детки они жить и на пеньках и цветут вот а так просто но когда она вырастет вот прикорневую неизвестно долго может быть ждать придется может даже дольше чем если бы на пеньке бы выросла бы деточка ну в общем в любом случае пишите свои комментарии по этому поводу что вы думаете мне даже интересно вот как бы вы бы поступили бы вот большая часть из вас как бы вы поступили интересно вот прям пишите я бы сделал так или я бы сделала так вот ждать детку прикорневую или рубануть и же и уже растите реально уже это точно будет даже с корнями все хорошо и точно будет детка точно сейчас посмотрим корни с вами корни у нее хорошие все у нее с корнями прекрасно полить только надо так что давайте пишите свои мнения на этот счет я буду думать я не говорю что я там завтра буду что-то с ней делать нет она еще будет долго цвести потом если разовьет почку еще столько же поэтому это будет не скоро может быть в конце лета что нибудь я буду с ней предпринимать все-таки ну а пока все жду ваших комментариев всем спасибо за внимание всем пока